ребят всем привет сегодня хочу показать вам подстаканник и подсвечник заливку с цветами сейчас этих вариантов просто миллиард миллион сексиллион и в ю тубе и в пинтерест и в инстаграме но мне продолжают приходить вопросы как это делать и вот хочу сегодня прям пошагово показать как я это делаю смотрите что нам нужно во первых посмотрите я перевернула молды пока буду болтать пока буду разговаривать и показывать перевернула донышком кверху для того чтобы в молд ничего не сыпалось и чтобы я потом не делала лишних манипуляций и скотчем не убирала либо вы если хотите вы сразу можете скотчем пройтись чтобы все пылинки все отлипли дальше я замешала смолу и пока буду с вами болтать смола будет ждать своего часа заливка цветков абстракции кружева там разных рисунков которые получаются которые вам максимально нравятся больше всего получается только при работе на смоле кота которая знаете в двух шагах от закипания то есть вот мы сейчас ее замешали я замешала причем смолу океан и чуть-чуть добавила больше отвердителя и смотрите такая история со смолой океан у них написано в инструкции смешивать смолу 100 на 100 грамм смолы 70 грамм отвердителя это не работает если они не поменяли схему но вот сегодня какой марта сегодня 16 марта 2022 года на данный момент у них погрешность в отвердителя если добавлять на 100 грамм 70 грамм смолы смола закипит просто 70 грамм отвердителя смола закипит просто у вас в стаканчике поэтому поверьте мне моему опыту я уже более 9 лет заливаю смолой с океаном я работаю наверное года уже три я заливаю на 100 грамм 50 грамм отвердителя сейчас я добавила чуть больше 55 грамм отвердителя чтобы она начала быстрее густеть как я понимаю когда она полимеризуется она начинает выделять тепло то есть начинает греться и если вы раз вот я добавила пигмент в стаканчики да я не наливаю сейчас сюда смолы потому что смола максимально быстрее начинает затвердевать в объеме то есть чем больше смолы тем больше она твердевает если вам этого не нужно вы разливаете ее по маленьким стаканчикам но мне надо работать смолой которая загустевает поэтому я специально ее оставляю в этом стаканчике и буду ждать разливать дальше и что мне нужно мне нужны для работы острые палочки вот есть такие маникюрные специальные купила можно использовать зубочистки можно пушер металлический спиртом протер и все нормально мне нужны два молда мне нужны пигменты у меня есть вот такой телесный ленкопенка очень плотный в этой технике нам нужны плотные и тоже ленкопенка вот такой вишневый вот я их два смешаю чтобы получить фуксию так мне нужна белая смола я буду через белую работать это тоже ленкопенка очень плотная смола также я купила вот такие паеточки в маникюрном отделе и посмотрите какая красота вот такие стразики смотрите не знаю добавлю или нет но пусть будет еще мне нужны вот эти камни и посмотрите вот такой вот буллинц добавлю не добавлю не знаю но пускай будет мне он понравился еще у меня поталь и от резинарт вот такая крошка в общем все это ставлю рядышком с собой чтобы у меня все было рядом чтобы ничего мне не мешало и я ничего не забыла и пока вам рассказываю снова уже прям тепленькая но еще недостаточно поставьте рядышком горелку для маленькой сервировочной заливки конечно лучше использовать маленькую горелку потому что горелка может вам конечно все и подпортить но я работаю хорошо с горелкой я знаю как ее контролировать поэтому когда вы работаете лучше пламя сокращать так переворачиваем наши молды у меня два молда один кругленький с неровными краями срез камня и 2 жода с сердцевинкой я специально делаю такое чтобы вам показать когда нет места съеживания смолы то есть по кругу естественно вся форма сосредоточена на то чтобы сходить к центру то есть вся смола весь рисунок будут сосредоточиваться в центре но это у меня подсвечник молд мне он начинается будем на нем экспериментировать так теперь я смолам у меня уже тепленькая но смотрите ребят опять напомню это океан я ее замешала и уже наверное прошло минут 25 то есть перед записью ролика я замешала ее заранее на 15 минут ну чтобы вы не сидели не ждали вместе со мной чтобы мы одинаково начали работать поэтому ждите пробуйте смотрите она бы прям должна быть тепленькая вот прям горяченькая даже уже я разливаю для пигментации мне нужно чуть-чуть цвета много мне нужно потому что я буду работать прям прям паутиночками ниточками белого чуть больше все прозрачное оставляю кстати вот косяк со стаканчиками если вы первый раз пробуйте эту схему берите самые дешевые самые бюджетные стаканчики чтобы они хорошо гнулись сейчас я вам покажу вот пластиковые которые знаете ломаются просто смотришь на них они уже угнуться поэтому сейчас я замешаю в плотных стаканах цвет цвет ребят перемешиваем очень хорошо потому что цвет плотный пигмент сам плотный и он прям вот на стеночках пролипает так что перемешиваем прям внимательно потому что если вы не перемешайте пигмент такая штука он не застывает без смолы если он останется комочком то будет краситься постоянно на вашем изделии не торопитесь выливать смолу в молд если вы ее выльете как я уже говорила смола застывает быстрее и твердевает быстрее в объеме если вы выльете ее в молд она будет меньшего объема и вам придется ждать просто вечность и вы испортите технику техника это делается просто но в двух шагах от полимеризации до смолы то есть она должна быть прям уже вот 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 и уже застыть поэтому не торопитесь самое главное если даже будет казаться что все вы не успеваете все вы успеваете все у вас будет хорошо и со смолой вы все успеете сделаете никогда не залезайте грязной ложкой потому что ложка ваша в смоле и она спровоцирует застывание вашего цвета поэтому всегда вычищаете ложку или берите чистый шпатель и выливаем смолу выливаем знаете ну практически несколько миллиметров не доводя то края потому что нам же нужно еще оставить на паутинки наши и делаем сердцевину вот эту я сердцевину хочу сделать золотом не добавляйте много я конечно цыганский табор и очень люблю блестки но не перебачивайте потому что у нас во первых пространство небольшое да чтобы прям запомнить все ну и должна быть эстетика и красота и как уговорит мой муж золотое сечение нужно соблюдать не переживайте что ко мне разбежались мы сейчас их соберем да я хочу добавить вот этого буллинца вот даже смола постояла и мне в стаканчике казалось что она прям все уже нагрелась но видите она еще вязкая поэтому я не хочу еще запускать туда цвет убираем пузыри еще раз если вам кажется что пигмент не хорошо не достаточно хорошо перемешан еще раз замешайте так теперь берем белый уже прям очень очень горячий пигмент и тоненько старайтесь тут я прям набухала много вы старайтесь делать прям паутинку тоньше сейчас не спешите можете проходить несколько ярусов ну то есть как вам хочется тут в нет принципиально что вот так или не как вот как хочется так и делайте кстати очень удобно что у меня вот это знаете площадка есть начинаем от нее видите не спешите даже вот сейчас хоть у меня и уже густая смола но все равно можно подождать еще чуть-чуть то есть по ощущениям чтобы не понимали в стаканчике уже очень горячо можете стаканчик прям выше поднимать от этого тоньше сама паутинка получается так теперь нужно прогреть теперь нужно пробовать зачем нам нужно было зубочистка вот сейчас как раз вот нижние ярусы уже начинают сбегать к низу мне это уже нравится но еще конечно жидкая она поэтому возиться еще не сильно можно ну вот уже уже начинает вестись то есть в принципе вообще манипуляции здесь не нужно делать даже механическим путем то есть не нужно даже палочка залезать потому что от того что смола плотность тугая вязкая и вы сейчас разогреваете ее горелкой она дает вот такую вуаль вот такие паутинки то есть сейчас можно контролировать только температурой горелки поэтому ну если где-то хотите знаете можно побаловаться и добавить каких-нибудь заветвлений таких остынет покажу вам тоже будет круто на контрасте яркий или нежный пудровый очень круто смотрится отдельно сам по себе желтый с черной серединкой ну вариаций очень много посмотрите повдохновляетесь а техника такая работы на уже загустеваемой смоле но вам нужно знать время жизни вашей смолы то есть когда она приходит к этой точке то есть океан вот видите за за полчаса я замешала и через полчаса у меня смола уже прям была густая главное не пропустить это ну всем отличное настроение и вдохновение надеюсь у вас все получится присылайте ваши работы очень много видео на моем youtube канале и в вк заходите смотрите спрашивайте и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok